всем привет очередная камера видеонаблюдения на обзоре по коробке можно понять какое приложение используется для отслеживания камерой также здесь сразу qr-код на скачку приложения чтобы вы долго не искали в play маркете или в appstore v380 pro и также с характеристиками и с моделью наклейка по вашим просьбам создал группу чат в телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения переходите присоединяйтесь c 262 xh wi-fi камера приложения питания 12 вольт 2 ампера и вайфай стандарта 2 и 4g 5 гигагерц камера вайфай не поддерживает поэтому это одна из важных информаций многие подключают на современные роутеры ищут ее в устройствах 5 гигагерц вайфая и не находят и говорят камера не подключается камера бракованная инструкция со всеми моментами можно перевести английский китайский язык присутствует кстати данную камеру вы можете приобрести уже в украине в магазине смарт хата уже на месте тут или же на алиэкспрессе если ссылку найду то дам вам ссылку магазин смарт хата в украине прислал мне камеру для видеообзора блок питания стандартный с разъемом для подключения камеры и в розетку 220 12 вольт 2 ампера заявлено по сути наверное 1 амперный блок питания камере он хватает с головой для питания смотрите небольшой вариант такая прикольная камера легенькая вот такой у нее вид 2 вайфай антенны из которых используется скорее всего одна ну так и есть кронштейн и крепление смотрите универсальный кронштейн можно использовать его для крепления как на потолке опять же на потолке а вот это что у нас здесь сирена скорее мигалка скорее всего какая-то или же световое какая-то световая какая-то сигнализация посмотрим ну вот как то вот как то вот так не совсем продумано ну скорее всего можно снять вот этот вот колпак и для крепления на стене как обычно объектив 4 миллиметра объектив 4 миллиметра установлен не 36 а4 и лет и к светодиоды скорее всего до двойного назначения вот их 1 2 3 8 штук количество камера поддерживает карты памяти то есть все вот эти моменты слот под карту памяти находится здесь кнопка сброса к заводским установкам находится на отводе кабеля разъем питания и камера также может работать по кабелю по интернет кабелю также вы ее можете в случае чего подключить папа я 48 вольт используя пояс плиттер видео у меня есть любую камеру 12 вольтовую можете подключать одним кабелем папа я на расстоянии до 100 метров все это я вам уже показывал своих видео обзорах аудио динамик то есть все моменты смотрите вот ее один плюс в первый из плюсов что камера офигенно маленькая очень классно далее посмотрим как она работает что мне интересно приложение в 380 про я раньше тестировал массово у меня нету камеры которые работают на этом приложении но иногда мне интересно опробовать посмотреть что добавляется потому что реально приложение стабильно приходят стабильные уведомления по сработке камеры эти камеры уже еще раньше наверное еще раньше чем икс и моей сети уже имели слежение за движущимися объектами и алгоритмы их постоянно усовершенствуется устанавливаю карту памяти до включения камеры видео слот по-другому установить у вас не получится если вы не будете насильно ее туда заталкивать именно контактами к плате в другом положении она просто будет вам сопротивляться до защелкивания обычное защелкивание то есть кто когда-нибудь устанавливал карты памяти в смартфон то алгоритм тот же самый и подключаю блок питания соответствующий разъем здесь кстати уже давно выдерживается герметичность герметичная юбка есть но скорее всего у вас все это должно располагаться в распред коробки герметичной ниже камеры установлены поэтому я думаю вопросов не должно быть и включаю в розетку 220 и да это у нас здесь милицейская мигалка присутствует такая вот под белым колпаком красный и синий светодиод мигающие имеет право на жизнь тестируется все тестируются и белые светодиоды и и к их части тестируются и мигалка и аудио вот ну ярко яркие белые чисто белое свечение немного какое-то розоватое идет тестовый режим сейчас калиброваться скорее всего будет поворотное устройство все по стандарту да так и есть все все моменты все проверяется устанавливаем пока идет проверка приложение в 380 про в общем то все голосовое сопровождение идет полностью есть приложение в 380 без про можете установить потом со временем это это то есть камера если вы зарегистрируетесь будет в вашем списке устройств что в 380 что в 380 про плюс и сканировать qr-код как нам камера и говорит для добавления камеры по вайфай qr-код у нас получается с этой вот стороны на наклейке забираю qr-код с устройства запрос статуса устройства пошел готова запрашивает пароль пароль вашего вайфай роутера то есть доступа к вайфаю у меня автоматически подтягивается вы можете просканировать роутер и выбрать который нужно и пароль вайфая ввести и ведется вот полностью процесс добавления показывается вам выберите вайфай подтвердить сохраняйте устройство 10 30 сантиметров вайфай то есть все понятно опять же показываю qr-код камере готова сказала что вайфай подключен конфигурация закончена устройство подтверждение сканирования жму и и идет завершение процесса конфигурация сети добавления готова ну такой процесс видите не быстрый но и все все понятно тут все понятно не в один клик все подключается в несколько но дом можете прописать свое местоположение или имя устройства сохранить qr-код можете сохранить qr-код поделиться камера внимание установите пароль установить пароль и обязаловка это рекомендации по паролю также прописаны картинка с камеры в sd-качестве переключаю вожди тот же самый веб-интерфейс данного приложения и я вам скажу что очень удобный ничего лишнего все значки все понятно кстати вот эти камеры и поворотные устройства у них очень быстро работают именно в 380 любая поворотная камера очень шустрая очень шустрая звук раз два три четыре раз два три 4 5 среднее качество звучания ну для видеокамеры видеонаблюдения большего и не нужно тревога тут же включается и выключается на рабочем столе очень быстро и вы видите что включается и мигалка и сирена сирена громкая привлечь привлечь внимание особенно в темноте отпугнуть кого-то камера то что нужно непонятно в темноте что что мигает что кричит что это такое может какая-то сигнализация домашняя сработала ну человек который не знающий не поймет поэтому вот такое вот имеет имеет право на жизнь кстати можно ступенчатого так поворачивать смотрите и камера успевает реагировать за моим управлением блин очень классно не знаю насколько хватит в таком режиме этого поворотного устройства но понятно что камера из бюджетных поэтому целыми днями крутить для нее скорее всего будет критично скриншот сделать запись на папку приложения зашли увидели какой-то интересный момент включили запись и пишется в папку смартфона тут же то что пишется на карту памяти это само собой как вы поставите а это запись именно не на карту памяти а в папку смартфона многие путаются запись на папку смартфона также и скриншот сохраняется в смартфоне звук 1 2 3 4 1 2 3 4 5 и при этом активируется также мигалка как видите но привлекает внимание что камера активно кто-то вам что-то хочет сказать ну и подойти в под камеру можно послушать если шумная улица динамик средней также четкости ясности ну для видео для камеры видеонаблюдения я думаю такого ценового диапазона пойдет повтор имеется в виду наверное заход на когда на карту памяти заход пока там ничего нету поэтому больше и тут мы можем посмотреть еще установки которые вывели на быстрое добавление обнаружение движения камера установить позицию защиты скорее всего да куда камере нужно будет вернуться так чё ты другую сторону за смартфоном следит то есть движение обнаружить слежение также есть в этой камере можно быстро включать и выключать настройки изображения также немаловажно а это ночные режимы черно-белый можно поставить также днем цвет постоянно поставить и ночью это будет плюс еще включаться белые цветодиоды и автоматический при движении включаться белые цветодиоды и переходи переходить в цветной режим это три ночных режима калибровка калибровка поворотного устройства в случае чего если вам нужно откалибровать например перед включением скорее всего слежения откалибровалась зафиксировалась предустановка пресеты также можете делать 6 пресетов и кликнув по этому пресету камера будет поворачиваться в то место вместо сохраненного пресета не нужно вам управлять например первый пресет автомобиль место автомобиля вашего установленного во дворе 2 там гараж где-то у вас 3 там детская площадка вам нужно резко камеру перевести туда камера будет переводиться все эти пресеты можно не менять вот несколько раз удалять что хотите то и делать управление светом а также можно еще и управлять белыми лет светодиодами вот также днем можно включить выключить моргнуть кому-то привлечь внимание как днем так и ночью или автоматически по движению выйдя в список устройств можем зайти в настройки поделиться камерой и удалить ее из списка устройств если вы хотите кому-то ее презентовать другому человеку отдать также имеется подключение к облаку возможность дается несколько 30 дней бесплатного тестирования потом уже там чисто символическая плата также отсюда можно включить и выключить не заходя на камеру тревогу получение тревожных уведомлений из камеры по тому или иному моменту alarm девайс приходят уведомления моментально потому что я вот тут шевелюсь перед камерой по настройке сеть информация по камере айди устройство сеть как подключена можно в режим точки доступа тут же камеру перевести напрямую на смартфон подключение на расстоянии 10 метров по вайфай без преград сейчас камера подключена посредством роутера в домашней сети я захожу на нее через роутер подключив на мобильный интернет смартфон я также смогу через интернет заходить на камеру режим точки доступа и здесь же вы можете выбрать другой роутер если нужно и перед переподключить камеру так выключу я присылание уведомлений то есть тревогу выключил на камере настройки пароль понятно время устройства часовой пояс можно самостоятельно то есть поставить и время и дату и все моменты если нужно версия прошивки в случае чего если будет обновление тут его и ищем скорее всего будет если вариант можно будет обновить будильника функции тревога вкрыл именно тот момент где на рабочем столе я включал выключал получение уведомлений запись запись непрерывная запись запись событий запись звука осталось 60 процентов карта памяти у меня да скорее с видео есть там информация и вот показано сколько осталось процентов очень тоже так же классно форматировать карту памяти можно ее отформатировать и желательно в устройстве форматирование займет около минуты ничего себе удалиться кстати по любому поводу активируется мигалка посмотрим сейчас можно ли ее ну все моменты обговариваются хоть и на английском но понятно форматирование началось форматирование закончилось также тут подтвердить не обновляется информация скорее всего нужно перезагрузить камеру выключить питание и включить через время и обновиться информация по карте памяти по именно ее емкости разрешение видео так что писать запись событий запись звука есть вариант камеры активация тревоги по звуку вам будут приходить уведомления по звуку разбитие окна там стук в дверь какие-то резкие звуки можно ее активировать поэтому что же будет писаться на карту памяти запись можно дезактивировать и запись событий имеется ввиду по движению камера будет писать или же непрерывную поставить постоянку камера будет писать в постоянном режиме при заполнении карты памяти сверху будут старые ролики стираться из и писаться новые и в каком разрешении это очень классно выбирайте если вам нужно hd качество записи на карту памяти ставки hd но учтите что при этом карта будет быстрее заполняться потому что разрешение больше sd качество с меньшим разрешением но тут в общем то все прописано но будет место больше на карты на к на карте использовать то есть будет больше и большее количество видео сохраняться на карте памяти но в худшем качестве все прописано очень классно все русифицировано контроль позиции автоматическая калибровка вопрос нажимаем устройство будет выполнять калибровку каждый день вот можно ставить галочки автоматически устройство будет двигаться по заданному маршруту добавить маршрут пресеты ставите позиция та 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 камера будет поворачиваться период защиты при включении первый приоритет у время контроля нужно пробовать будет двигаться по пресетам и какое-то время скорее всего добавьте предустановленное положение период период какое-то время будет смотреть в то направление куда поставили потом во вторую позицию поворачиваться смотреть третью и при этом можно включить запись постоянную и будет все сохраняться на карте памяти добавить маршрут ну то есть надо позиции сохранить позиции можно менять каждый хоть каждый день как захотите и ставить работу именно в автомате это очень классно не не помню я такой функции настройкой света то что было быстро тут вот глубокая настройка включить выключить или автоматически по времени время он будет приоритетным то есть по графику время начала время окончания свечения прожекторов лет светочувствительность активируется при обнаружении движения средняя чувствительность низкая и высокая также все понятно настройка скорости позиции вот это еще и не полная не вся скорость это средняя пятерочка а на девяточку можно ставить постепенно вот так вот и будет еще быстрее вращаться камера супер расширенные настройки еще такие есть язык голосового сопровождения английский или китайский кодировка h 265 формат есть это очень классно и 264 старый ставлю 265 и при этом камера перезагрузиться должна и вернется уже в работу с h 265 современным форматом сжатия при котором видео в том же разрешении занимает меньше места на носителе карта памяти или будто подключена камера к видеорегистратору и на жестком диске видеорегистратора будет сохраняться видео меньше то есть занимать место с форматом h 265 при перезагрузке пропадание питания и появление питания камера добавляется к тому же роутеру которому вы ее подключали то есть у нее все настройки сохраняются ничего вам не нужно будет переустанавливать многие этого не знают настройки и давайте зайдем посмотрим дальше расширенные настройки и до формат сжатия h 265 установлен блин камера вроде бы да вроде бы ну дешевая дешевая смотришь на нее с виду игрушка но вот эти все моменты но очень приятны настройки мерцания выкл 56 50 герц 60 герц также можете менять айпи получить автоматически настроить самостоятельно от все глубокие настройки которые нужны они есть в приложении не нужно заходить в веб-интерфейс камеры вот они все тут получить dhcp функция получения автоматически опять адреса ро от роутера или же настроить самостоятельно можно присвоить айпи камере айпи адрес конкретный в основном это для работы с видеорегистратором чтоб он был неизменчивый что по видеорегистратор камеру находил под одним и тем же внутренним айпи адресом перезапуск камеры удаленная перезагрузка сброс камеры сброс к заводским установкам облачный сервис тут кликайте и смотрите все моменты которые вас интересуют все несу камеру подключаю охрана дома и уже есть . скорее всего прогрузятся сейчас тревожные картинки давно обнаружение движения пока и вот здесь за столом время дата что происходило в то время можете просматривать скачивать делиться или же переходить на карту памяти и смотреть видео именно этих моментов кабель от роутера rj45 обжатый другой конец подключен в роутер в свободный разъем обжать можете сами купить витую пару также сами можете метраж выбрать и обжать самостоятельное видео есть у меня на канале ссылку оставляю если не оставил ссылку пишите комментарии обязательно читаю все комментарии не отвечаю подключаю кабель в камеру очень удобно реакция камеры на любые переключения камера работает уже по кабелю вай-фай отключен камера по кабелю очень классно подтверждение пришло захожу в приложение давайте посмотрим и как это узнать можно увидеть что пропал значок качество сигнала вай-фай камера работает по кабелю пока камера тут на столе зашел в настройки скорости позиции поставил по максималке мне интересно с какой же скоростью будет вращаться камера это капец в натуре это работает она еще быстрее вообще я не знаю она может оторвать себе башку такой скорости я не видел в дорогих камерах 300 250 300 400 долларов такой скорости не было я в шоке интересно как она будет следить за объектами посмотрите что творит понятно что есть дребезжание понятно что это не так качественно но если куда-то нужно перенаправить быстро камеру по пресету даже кинуть камера просто молниеносно будет переходить туда и это одна из самых быстрых камер бюджетного ценового диапазона за дорогие диапазоны я не говорю потому что в пределах 500 долларов я не видел камеры с таким быстрым вращением установил камеру на улицу вот так открывается быстро приложение которое не свернут а если свернуть немного дольше открывается камера вожди ввозь до качестве сейчас вот вожди поставил сохраняет видео на карту памяти с разрешением 3 мегапикселя и 25 кадров в секунду хорошая картинка бюджетной камеры отличный вариант сразу первый минус вылез но это так как для меня не смог я ее подключить к видеорегистратору видеонаблюдения он вив протокол ну наверное не не зашит в камеру он вив протокол не знаю может с новой прошивкой на прошлые камеры на этом приложении у меня без проблем добавлялись в приложении то есть в видеорегистратору икс и маев скому по он вив протоколу эту камеру не могу я найти уже что не делал и менял формат изжатия поставил старый и что только не дел перезагружал ничего не получается даже присвоил камере внутренний ip-адрес ничего не могу найти видеорегистратор ее не находит не знаю может мне такой экземпляр попался не пишите свои комментарии кто этой камерой пользовался по поворотам просто сумасшедшая быстрая камера работает и главное что в максималке вот стоит скорость и можно адекватно камерой управлять то есть жму я на джойстик знаете многие что камеры такие поворотные бывает на большой скорости трудно поймать тот момент где нужно камеру остановить здесь проблем вообще нету то есть куда нужно камера там и останавливается чуть чуть совсем раньше немного отпустил джойстик и камера там и останавливается очень быстро камера поворачивается это ее огромный первый плюс дальше больше предустановки поставил предустановки пресеты по пресетам также классно работает кликаем на пресет камера моментально переходит в то место куда я ей указываю вот так это все дело работает то есть как поворотная камера справляется она на 5 с плюсом даже можно сказать момент по выходим список устройств настройки момент по контроль позиции тут также когда вы пресеты поставили все эти пресеты переносятся суда если вы хотите включить круиз можно включать его по времени сначала установите период каждую позицию вы можете каждый пресет активировать по времени с какого по какое время начало время конца устанавливаете с какое по какое время камера должна в то место будет смотреть сохраняете следующий период также и у вас камера может по графику смотреть на пять позиций которые вы ей установите добавить маршрут круиз опять же выбираем эти позиции сохраненные нет маршрута составляем маршрут камера будет ходить по круизу время контроля опять же можно настроить по времени именно функции поворотной камеры у этой бюджетной камеры на высоте дальше какой второй минус который я заметил неадекватное слежение ошибка какая-то с какой-то косяк что-то не знаю ставлю я когда слежение вот выбираю обнаружение движения выбираю сохраняю к примеру позицию камера отрицательно реагирует на объекты то есть она увидела объект выделила его и резко от него отворачивается но возвращается назад вот смотрите раз и она она в обратную сторону работает вместо того чтобы проследить за объектом она отворачивается в другую сторону по-любому это косяк в управлении в алгоритме вот в этом она должна наоборот в ту сторону среагировать она реагирует в другую сторону может опять же в новой прошивке это устранится но вот мой вариант камеры работает именно так цифровой зум кликнув по экрану можно пользоваться шкалой вот так но с потерей качества видите качество теряется это понятно это не оптика или же просто свайпом по экрану вот так протаскивание разворачиванием экрана работает цифровое зуммирование уменьшил скорость до стандартной пятерку поставил ну камера все равно сумасшедших быстро работает подумал может слежение как-то изменится в связи с изменением скорости поставил меньшую скорость но перекручивается как-то камера ну странно следит но предметы определяет на большом расстоянии просто можете выключить слежение а предмет это она движущиеся будет определять и включать будет запись на карту памяти по движущимся предметам нету здесь никаких моментов по обнаружение чисто человека или обнаружение там автомобиля бюджетный вариант но как поворотная камера работа по пресетам работа в круизе работа по графику и картинка вполне таки нормальный вариант но вот на весь экран развернуть то но видно качественная хорошая картинка на свои деньги 3 мегапикселя 25 кадров в секунду по звуку так где здесь микрофон нормально то есть ветер автомобили движущиеся не супер качество но для видеонаблюдения отличный вариант также в этом вот варианте просмотра можно вызывать и джойстик для управления камеры при записи на карту памяти значок рек стоит и также из такого варианта просмотра можно вызывать зумирование цифровое просматривать может какие-то моменты нужно вам будет в подробностях очень толково в этой камере именно в приложении в 380 не только в этой камере и в прошлых которых я вам показывал там с боковыми прожекторами различные варианты именно с дополнительными лэд светодиодами продуманы три ночных режима все может работать в автомате появляется шевеление человека в кадре и вот и сразу подключаются лэд светодиоды и картинка переходит в цвет очень качественная ночная картинка посмотрите ну не с небольшого понятно расстояние на большое расстояние не хватает этих светодиодов чтобы обеспечить хорошую качественную картинку вот как для частного дома или первый второй этаж я думаю что хватит черно-белый вариант с использованием и к светодиодов вообще как бы на хорошем уровне отличная черно-белая картинка на расстоянии примерно стандартно 30 метров понятно что чем ближе предметы будут тем они более различимы да дальше будут только скорее всего силуэты ну и посмотрите что мы можем чудить с этими тремя ночными режимами сейчас все стоит в автомате по движению подъехала машина человек подошел камера включила несколько скорее всего 30 секунд светит в черно-белом режиме в одном движении нету то есть цветном переводит в черно-белый и вы к опять задвигался опять включилась это все пишется на карту памяти также сохраняется жмем больше заходим в на управление светом что мы можем сделать мы можем просто выключить свет и оставить кстати свет заходим в настройки изображения и оставляем в цвете камеру то есть она сейчас показывает в цвете с использованием и к светодиодов при этом мы можем переключить ее в черно-белый появляется изображение цветном изображении и к светодиоды не эффективны поэтому камера не видит ничего можем что мы сделать управление светом включить свет и при этом картинка у нас останется в черно-белом режиме то есть тут смотрим используем изображение настройки и управление светом черно-белый с использованием лет светодиодов ну как бы тоже имеет право на жизнь такая картинка очень ясная хорошая но понятно что здесь желательно цвет цвет и в цвете нужно черно-белый черно-белым нужно все в автомате в автомате нужно выключить вообще лет светодиоды заходим в управление светом управление светом и выключаем их к примеру полностью и они не будут включаться даже даже в автоматическом режиме когда настройки изображения стоят в автомате по движению вот я двигаюсь до лет светодиоды не зажигаются по ночной картинке поворачиваю камеру на улицу но стандартный вариант среднего качества не скажу я что супер качество среднее качество картинки но скажу я вам что заметил движущиеся предметы не так расплываются как в бюджетных камерах есть возможность различить даже марку автомобиля проезжающую в черно-белом режиме вот начнем в пол в полной темноте ну и чем дальше камера смотрит тем хуже она будет различать различные моменты и опять же ставим по движению если нужно режимы изображения и свет в автомате и камера будет переключаться при появлении движения в цвет и включать белые светодиоды вот так все это происходит чем ниже опущена камера смотрит но тем лучше освещены предметы тем лучшее изображение так матрица не сказать что светочувствительная в полной темноте без дополнительного без хорошего дополнительного освещения в цвете она плохо различает предметы вот сейчас в цвете и поднята вперед и светодиоды низ не не столь эффективны свет от них белый с примесью какого-то розового оттенка вот сейчас перешла в черно-белый режим и опять надо вот черно-белый ну черно-белая картинка по стандарту шумы присутствуют но не критично в камере есть свои минусы есть много плюсов поэтому решать вам стоит ли ее покупать или же заплатить больше и получить более качественную функциональную камеру все просто хочешь лучше платишь больше хочешь средний вариант рабочий покупку приобретаешь такого вот ценового диапазона такого вот качество камеру все они работают в общем-то без проблем люди ими пользуются и жалоб но не очень много понятно что сыра некоторые моменты просто сыра работают как бы не и не стоит их использовать дальнейшем но основную свою свою функцию камера выполняет это повороты перенаправление пресеты круиз ну и ночная картинка дневная все эти вот моменты что я вам показал подписывайтесь на канал обозреваю много камер уже показал вам предыдущие камеры интересные дорогие камеры и более дешевые варианты в дороге еще много интересных вариантов подписывайтесь в телеграм чат в телеграме по видеонаблюдению и телеграм-канал мой там делюсь с вами всеми новинками на смарт-хату заходите уже в украине камеры и все что связано с видеонаблюдением умным домом различные другие варианты с алиэкспресс всем удачи до следующих видео